Всем привет! Обещанный прямой эфир по текстону, но я начну с приятной новости. У нас обновленный спринг-бокс. Как раз перед 8 марта вы купите самый нужный и полезный подарок любимой девочке, женщине, маме, бабушке. Сейчас, короче, покажу, что в этом боксе, и мы переходим с вами к дизайну. Сегодня мы с вами будем дизайнерить с цветным текстоном. На той неделе у нас был прямой эфир по текстону, и я не успела показать один вариант. Очень классный, простой и быстрый. И сегодня мы как раз этот дизайн все-таки сделаем. Я так думаю, и еще успеем парочку сделать, которые я не планировала. Так, всем хорошего настроения. Два часа дня, четверг. Я сегодня вечером еду наконец на долгожданные лыжи. Я, кстати, не еду на Красную Поляну. Я в этом году ей изменяю. Я еду в Архыс. Вот, в Архыс. Так, ладно, давайте смотреть. У меня, видите, черных перчаток нету. Вообще, реальная проблема сейчас с перчатками. Люди, это просто какая-то катастрофа. В общем, самый популярный цвет, который можно легко достать, это перчатки синего цвета. Кстати, очень хорошо подходит мне под красненький свитер. Итак, обновленный спринг-бокс. Мы его каждую весну перевыпускаем. И сейчас я покажу, что в этом году у нас в составе весеннего бокса. Весенний бокс, как правило, делается перед началом весенних праздников. И понятно, что этот бокс можно подарить всем тем, у кого день рождения весной. Ну, и самое главное, купить нужный, правильный, полезный подарок перед 8 марта. Всем девочкам, женщинам, бабушкам, тетям. Спасибо, Таня, ты чувствуешь, да? Ты знаешь, это я сегодня с утра делала пранаяму, и прям что-то так жестко я ее сделала, что у меня два часа после пранаямы началось отхождение мокроты. Ты представляешь, как круто. Вообще, люди, изучайте дыхание, это просто самая лучшая тема. Я, кстати, всем рассказываю, как я себя лечила. Я же не лечилась лекарствами в этот раз, когда я болела три дня. Не, ну понятно, Вольтерен мне все обезболил, а лечилась я дыханием. Я делала дыхание по шесть раз в день. При том, чтобы мне было так стыково, я все равно дышала. Ладно. Ой, напишите тему прямого эфира текстон. Работаем сегодня текстоном. Прямой эфир, тема цветной текстон. Будьте так любезны, напишите тему, чтобы я прикрепила. А то я вечно не пишу тему. А где желтый святый рог? Ой, девочки, просто я зашла за руку. Я сегодня ездила маме покупать подарок на день рождения. У нее день рождения было в январе. Я только сейчас доехала. Вернее, я из нее еле выбила подарок, который она хочет понять, что она хочет. И я поехала, ей накупила кучу горшков для дома, для двора. Короче, она хочет обновить полностью все цветы свои, пересадить новые горшки. Я ездила за горшками. И тут иду с Леруа Мерлен и вижу Зару. И у меня был сегодня просто... Вы себе, кстати, у меня такой был эмоциональный всплеск, когда я такая захожу и понимаю, что просто идеальный зеленый, причем несколько оттенков зеленого. И вот зеленый, который будет у нас в весенне-летней коллекции. И желтый цвет, который будет в нашей весенне-летней коллекции. И оранжевый, который будет как в нашей весенне-летней коллекции. Понимаете, я когда зашла и увидела все эти оттенки, их так много, потому что желтый и оранжевый, они начали появляться прошлым летом, ну, было так вот, ну, прям совсем чуть-чуть, и это, ну, как летняя одежда. А тут я захожу, весна, это свитера, костюмы, корчакай. Так, текстон. О, спасибо большое, девочки. Ну, все, давайте начинать. Переключайся. О, эти перчатки дурацкие. Офигеть, они не нажимают мои кнопочки на айфоне. Сейчас, ладно, сниму одну перчатку. Так вот. Так, это мне просто сейчас маркетинг принес и попросили вам показать, что уже есть на сайте. Поэтому заходите и оформляйте заказ, потому что это, знаете, как я радуюсь всегда перед Новым Годом, что у меня есть Эмми. Я просто иду и набираю там подарки, потому что это полезные, приятные подарки, даже лаки для ногтей. И, как оказалось, последний раз, когда я своим подружкам всем дарила лаки, и когда началась драка за лаки, что я последний раз в подарки всем, когда летела в Пятигорск, привезла всем лаков. Вот, потому что лаки, ну, все равно кайф, скажите. Вот, поэтому подарки косметика. Когда еще это, смотрите, красивая коробочка. Я очень люблю, кстати, коробочку от нашего Спрингбокса. Вот, прям, я бы и на следующий год бы оставила такой же макет. Вот, кайфовый. Открываем. И какое наполнение у нас в этом году? Значит, в этом году здесь у нас идет коллагеновые носочки. И тут коллагеновые носочки. Дальше. Крем для рук. Feel Freedom. 30 мл. Это будет у нас тюбик. Вы знаете, самые популярные крема из всех линейок. Ну, сейчас белой линейки нет, и мы ее сейчас обновляем. Ну, это вот самые популярные лосьоны, потому что запахи. Классные парфюмированные запахи. Вот, многие наши лосьоны еще также любят за текстуру. Да, возможно, они не супер жирные с точки зрения, да, такого глубокого увлажнения. Но они вот такие на каждый день, когда тебе в перерывах между рабочими буднями, там, печатанием на компьютере, работой, ты быстренько помыл руки, покушал и нанес крем. Крем впитывается очень быстро и не оставляет вот этого липкого, жирного остаточного слоя, который присутствует в питательных кремах. Ну, как бы это нормально, это хорошо, но когда тебе вот в течение дня и нужно дальше работать, что-то трогать руками, такие крема, конечно, они раздражают, они не совсем подходят. Вот, поэтому у нас очень легкая текстура лосьонов, и я вот на каждый день прям рекомендую всегда в сумочке, в машине. С Молдовы можно заказать, с Молдовы. Так, ну и насчет Молдовы я не знаю, девочки. Точно по Российской Федерации это будет. Попробуйте попросить кого-нибудь вам заказать на российском сайте, отправить вам в Молдову. Вот, потому что именно вот такое наполнение Sprint Box, я не знаю, делала ли Прага в этом году. Короче, насчет Молдовы напишите в директ, и я вам точно скажу, у Молдовы есть или нету. Договорились? Также самый лучший продукт года по версии, ну, как продукт года для ногтей по версии Glamour, кто видел премию вручения, на которую мы приехали с Верой Мирошниченко, но так как, оказывается, премия продукта для ногтей, она была самая последняя, мы с Верой тупо не дождались, уехали, а оказывается, нам вручали премию. Ну, нам потом на следующий день в гостиницу передали эту премию. А где это, кстати, премия-то, не знаешь? Glamour. Сейчас я вам покажу. Короче, вот это масло, оно офигенское. Оно реально, вот кто любит эко-шмэка, мазюкать постоянно пальчики, ноготочки, кутикула, вот прям рекомендую, это масло, оно здесь в подарочек идет. Также здесь есть парочка малышей. Это как раз то, что положить можно в сумочку, в кошелечек. И здесь получается, видите, если вот здесь запах большой, голубой, то здесь идет бирюзовый и фиолетовый. У меня, конечно, самый любимый запах – это бирюзовый. И пилочка для натуральных ногтей, вот такая, на деревянной основе. Тоже помещается в кошелечек. Поэтому у кого маленькая сумочка, поместится все туда. И вот этот маленький кремик, и пилочка поместится, и маслица поместится. В общем, классный подарок с нужными полезными штуками. Вот. С нужными полезными штуками. Поэтому заходите на Amy Shop уже сейчас. Я сейчас, наверное, ссылку себе повешу. Ссылку себе повешу в сториз. И после эфира можно будет зайти и попасть сразу на сайт. Так, ну что, поехали дальше. Про текстоны я сегодня хотела поговорить. Ну, самый популярный, конечно, цвет текстона – это золото и серебро. Они у нас даже в другой упаковке продаются. И вот так наборчиком. Золото и серебро. Так, цена. Смотрите, я сейчас цену не буду в эфире называть, потому что там цена двойная. Вы знаете, что у нас вот средства по уходу за ногтями, они идут цена клиента и цена мастера. И вы, когда попадаете на сайт и регистрируетесь, то автоматически вы увидите цену этого набора. Потому что цена у мастера одна, цена просто у клиента, она другая. Вот, кстати, это премия «Гламур», которую мы получили за вот это масло «Терапи Оил». Представляете, они даже ничего не сказали. Они нас как бы пригласили. Вот. Ну, мы еще так удивились. Думаю, пригласили. Мы давно рекламу не делали в «Гламур». Прям даже несколько лет. Года четыре мы ничего не публиковали в «Гламур». И тут так было неожиданно, что я говорю, хорошо, что мы с Верой приехали вообще. Потому что мы специально на эту премию приехали. Ну, мы думали, о, хорошо, потусим, наснимаем сториз, думаем, по приколу. А оказывается, нас пригласили не просто так. Нас пригласили, чтобы вручить премию. Мы благополучно свалили, но все равно мы с Веркой нафотографировались. Так, ладно, цветной текстон. По просьбам многих мастеров, ровно год назад мы выпустили небольшую партию текстона. Розовый, синий и черный. Для чего хорош этот цветной текстон? На самом деле, в идеале чистыми оттенками цветного текстона не пользоваться, особенно черным, а смешивать все с золотым и серебряным текстоном. Давайте я сейчас быстренько еще раз покажу, как намешиваются оттенки у текстона. Вы, имея вот эти дополнительные три цвета, можете очень классно видоизменять золото и серебро. Так. Текстона хватает на всю оставшуюся жизнь. Он на основе растворителя, поэтому, да, стоит срок годности три года, но такой продукт, он никогда не пропадает, на самом деле. Так, ну что, давайте попробуем. Блин, Катя! Я вот еще, знаете, так вот смотрела, думаю, ой, хоть бы не уронить их. И когда ты говоришь себе, хоть бы не уронить их, конечно же, ты обязательно уронишь. Так, ладно. Ну что, ну, например, если вот золото мы начнем смешивать с тем же черным, что за оттенок будет получаться? Будет получаться такой красивый оттенок золото более темного оттенка, такой эффект состаренности. Смотрите, какой цвет золота более красивый. Еще чуть больше черного. Будет вообще такой вот, ну прям, необычный-необычный оттенок. Сейчас он имеет вид перламутра, а после высыхания текстон, у него появляется эффект хрома. Конечно, самый лучший эффект хрома у серебра. Вот, чем больше цветного текстона добавляете, тем меньше этого эффекта, но все равно это не умаляет достоинства оттенка. Вот, зелененькие оттенки всевозможные. Вот, видите? Для чего многие просили вернуть цветной текстон. Ну, во-первых, он и в чистом виде крутой. Так, и, например, вот с розовым. Красивые оттенки. Так, и то же самое серебро. Ну, с серебром тут вообще получаются разные красивые оттенки. Вот, видите, светло-розовый. Тут же можно сделать светло-зеленый. Текстонный. Короче, эффект хрома, понятно, что можно получить, сделать втирку. Да, сейчас эти пигменты в сухом виде, они продаются, которые используются для изготовления текстона. Но я, например, до сих пор упорно пользуюсь текстоном, а не пигментами. Потому что пигменты, они такие капризные, они втираются все равно везде, прилипают. Они все равно очень сильно липнут, прилипают. И мне, например, проще и быстрее прорисовывать все это текстоном именно. Так, понятно, да, как получать дополнительные цвета. Я хотела показать вот такой дизайн. Смотрите, такая классная абстракция. Она, во-первых, почему такая получается? Потому что текстон – это такое сильно ядерное, красящее вещество, которое впитывается, запомните, даже в мебель. Я не знаю, во все поверхности. Поэтому если случайно перельете на стол, сразу же вытираете, потому что потом не вытрите. Вот благодаря тому, что текстон, если нанести и попробовать даже с ногтей обезжирить, вы его не обезжирите. Благодаря этому получается очень крутой эффект. Так, ну давайте сделаем в нескольких оттенках. Да, у меня вот сейчас пишут. А еще очень классно декор-украшение делать. Все правильно. У меня, кстати, кто занимается реставрацией мебели и посуды, они у меня покупают текстон. Представляете? Круто. Вот кто занимается реставрацией, это мне прям писали уже несколько раз люди. Вот. Так, делаем фон белый. Ну, проще всего будет универсальный в данном случае, так как потом толком цвет фона не будет читаться, поэтому предлагаю сделать белый, не заморачиваться. Заморачиваться. Сушим. И второй вариант. Еще раз напомню, на Эмми-шоп у нас бесплатная доставка, если заказ будет от 2000 рублей. Отправляем во все регионы России. Поэтому, если вот таких вещей, как, например, текстон, да, это достаточно специфическое направление в дизайне, да, и не все наши оптовые покупатели и дистрибьюторы держат в ассортименте вот той же цветной текстон. Вот. Поэтому цветной текстон, он точно есть на emyshop.ru. На Валбересе точно нет, потому что там нерентабельно такие продукты держать, они малооборачиваемые. Этими продуктами пользуются только мастера, ну, кто там делает дизайны, какие-то конкурсные работы, что-то такое специфическое, сложное. Так, что творим мы? Так, мы вот такую абстракцию делаем. Смотри, Данил. Слушай, Данила, тебе надо приехать к нам в Ростов, надо познакомиться. Такой чудесный мальчик, мастер маникюра. С такой харизмой, что там прям вот любо-дорого смотреть. Так, ну что, просушили. И берем теклос. Смотрите, я беру теклос, в принципе, по идее, я не проверяла на других топах, но я думаю, что подойдет любой топ, по идее. Текстон, он должен впитаться в любой топ гель-лаковый. Но мы на всякий случай, чтобы не рисковать, я вам предлагаю использовать теклос. Так как теклос, это каучуковый топ, да, он такой достаточно резиновый, соответственно, в него текстон точно впитается. Вот, поэтому наносим теклос. Для чего нужен теклос? Нам нужна гладкая глянцевая поверхность. Для этого можно использовать любой топ без липкости, но мы берем теклос, потому что мне надо, чтобы у меня потом поверхность белого гель-лака, видите, испачкалась. Дальше. Вам понадобится губка для мытья посуды, самая обыкновенная. Отрываем кусочек. У Данила сейчас инфаркт случится. Да мне просто кто-то вчера даже у меня, Алина, да, это SMM-менеджер Санкт-Петербурга, интервью убрала, говорит, Катя, давайте Данилу передадим привет. Я говорю, боже мой, какие милые все девочки, заботятся. Так, ладно, смотрите, что делаем. Один вариант мы сделаем с чистым цветным текстоном. Я, получается, беру в чистом виде розовый, в чистом виде беру синий, и в чистом виде я беру черный текстон. Так, теперь беру, ну, либо берете отдельную кисточку, какую не жалко, конечно. Вот так делать нельзя. Лучше Эми кисточку не брать, как я это сейчас сделаю, тем более еще новую. Текстон очень сильно портит синтетику, синтетическую ворсу, поэтому лучше всегда под рукой иметь обычные кисточки, недорогие, из художественного магазина. Вот. И, получается, наносим вот так вот хаотично по всей поверхности. Слушай, Юль, я забыла этот фен приготовить. Юль, принесешь мне фен? Юль, принесешь мне фен? Так, а сколько текла сушить? Ну, где-то одну-две минуты. Вот я, по-моему, не досушила теклос. Видите, чуть-чуть. Тут у меня какие-то эти проступают. Ну, мне без разницы, потому что у меня сейчас абстракция будет. Все, и сушим феном. А для второго варианта давайте нанесем... Сейчас другие оттенки нанесем для второго варианта. Давайте возьмем светлый и сделаем. Сделаем светло-розовый, светло-синий. Для этого мы смешиваем с серебряным текстоном. Сейчас будем текстом сушить. Еще раз напомню, феном. Спасибо. 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 Все, нанесли. И чтобы у него получился хромовый эффект, хромовый эффект, его нужно просушить. Вот берем самый обычный фен. Так, слушайте, девчонки, он вытирается. Ну, он, конечно, зараза, такой въедливый. Лучше вытирать жидкостью для снятия лака. Смотрите, обезжиривателем вы не вытрите его. Ой, дальше мы сразу для снятия лака. Что дальше делаем? Видите, после просушки текстон, он приобретает такой вот хромированный эффект. На цветном текстоне это хуже видно, на золоте, серебро сильнее. Так, у нас такая абстракция. Для этой абстракции мы берем губку, смоченную в теклосе. Выложили чуть-чуть на палитру. Сейчас, подождите, не могу комментарии прямо сейчас прочитать. Сейчас можно я дизайн сделаю. И топом без липкости прошлись и сушим лампу. И еще раз губочкой, топом без липкости. Все, и сушим лампу. Сушим 2 минуты и берем как раз вот жидкость для снятия лака и кисточки тоже от текстона лучше мыть в жидкости для снятия лака. Вот поэтому текстон очень сильно портит синтетику, потому что, видите, нужно ацетон брать либо жидкость для снятия лака. То, что по-другому вы его не смоете с кисточки. Видите, он как... Вот, поэтому если вы вдруг ногти испачкали себе, то берем вот именно ремувер. Им вытираем стол, вытираем испачканные руки им вытираем. Понятно, да? Так, теперь нам нужно обезжирить поверхность, поэтому берете салфетку, берете ремувер и вытираете типс. Да, текстон сохнет также на воздухе. Эта краска, смотрите, на основе растворителя. Вот, поэтому при желании можно вообще просто оставить клиента, уйти и через время вернуться, и он высохнет уже, текстон. Просто это время. Быстрее высушить феном. Ну, посушите одну-две минуты. В течение двух минут будет более чем достаточно. Очень часто я сушу текстон в лампе, тоже быстро высыхает, так как тут тепло, и от тепла быстрее испаряется растворитель из текстона, и остается хромовый эффект. Вот, ну, за последние годы я, вот, фен. Феном быстрее всего. поэтому, девочки, кто год назад хотел купить цветной текстон, я еще раз напоминаю, там сейчас есть небольшие остатки цветного текстона, потому что я хочу его дораспродать, и, ну, как бы, все на этом. Это такой продукт, он, знаете, как, то входит в моду, то выходит. Всегда в ассортименте мы держим золото и серебро, потому что быстро заканчивается, поэтому он всегда в наличии. Цветной это такой доп, не для всех, вот, ну, вы сейчас увидите, это очень классный продукт, особенно, кто в конкурсах любит участвовать, какие-то необычные вещи создавать для дизайна. Вот, прям рекомендую. Кто, даже вообще декорированием занимается, мебели, каких-то декоративных штук для интерьера, я вам вообще просто даже если вы не мастер маникюра, рекомендую наш текстон цветной. Вот, кто создает декоративные картины, все, вот такая абстракция. Видите, в чем прелесть? Короче, текстон, он впитывается в том числе в Т-класс, и видите, на заднем плане такой бледненький впитался, а там, где был топ без липкости, получается красивый тот же эффект металлический, который сохранился под текстоном. Причем, смотрите, вот эти ногти можно уже ничем не перекрывать. Все, это вот готовый маникюр, вы отпускаете клиента. Если хочется добавить какие-то декорации или не хочется оставлять вот такую фактурную поверхность, вы просто дополнительно перекрываете еще раз с финишем. Давайте один перекроем финишем, а второй оставим как есть и добавим еще шермикончиков. Катя, а ногти под базой не окрашиваются? Да нет, он не настолько сильно проникает, вы что, он тут буквально впитался только в финишный слой и все. Так, сейчас мы добавим что-нибудь из декораций. Чего бы добавить? Добавлю свои любимые девочки. Вы уж меня простите, но я вот люблю эмоджи, я их теперь добавляю на все дизайны, которые я делаю. В прошлый раз я и не работала. Я причем сейчас специально возьму с синими волосами и с розовыми. Будет хорошо сюда подходить. Так, берем в этом случае теклос. Выравниваем поверхность, чтобы хорошо шермикончики приклеились. Сушим. Ну и вообще теклос это хоть и финиш, да, это финиш, защитный слой, такой достаточно резиновый, каучуковый финиш, подходит даже на очень мягкие ногти. Но на самом деле мы любим его использовать как основу для приклеивания наших шермикончиков. Что такое шермиконы? Это смешное название для силиконовых стикеров на очень крутой клеевой основе. Здесь реально очень крутая клеевая основа. Вот у нас в обороте компании шермиконы стоят на втором месте. Вот реально самый продаваемый продукт. У нас потому что стикеров же на рынке очень много. Разных-разных. Но вот именно такое качество пленки и такое качество клеевой основы мало. Я бы даже сказала мне не попадалось. Потому что я постоянно мониторю конкурентов. Постоянно что-то покупаю, проверяю, сравниваю. Я просто понимаю, что все равно шермиконы пока никто наши не переплюнул по качеству. Под матовым топом текстом можно, но я не вижу смысла пропадет эффект хрома. в принципе будет симпатично смотреться, но я не очень люблю текстом под матовым топом. Еще нибудь изнутри. вот эти надписи кто кстати очень любил это осенняя коллекция надписи. Сейчас партия пришла 4000. Поэтому кто любит вот эти слова из осенней коллекции прям рекомендую купить сразу несколько пачек. Да закупать больше не будем. Там кстати прям 5 вариантов шермиконов с осенней коллекции выпустили еще дополнительно тиражи по 4000. Я в прошлом эфире кстати показывала. Обязательно пересмотрите прошлый прямой эфир. А или позапрошлый. Да позапрошлый на той неделе. Все готово. Вот такой дизайн с текстоном. Сейчас еще один покажу попроще. Вот но вообще абстракции очень удобно текстоном делать. Разные эффекты интересные получаются. Видите как здесь интересно. очень круто именно вариант который не покрыт топом. Очень классно смотрится. Основа действительно крутая. Сонаклеил на телевизор отодрать нереально. Да можете взять спиртовую салфеточку и попробовать спиртом оттереть. А так конечно да там надо может быть ацетоном попробовать оттереть шармяку на телевизорах. Вот смотрите как кстати эмоджи белые надписи круто подошли. Давайте вот этот типс второй тоже доделаем. Я так не могу. А здесь тогда с розовыми волосиками приделаем девочку. Что ты ищешь Юль подсказать тебе? Юля у тебя нет названия и номеров шармяконов которые мы из осенней коллекции перевыпустили тираж ну там я просто видела пришли вензеля слова с осени с осенней коллекции тираж дополнительный сделали мне в прошлый раз Абраменко добавила я их в эфире прорекламировала так я ж не помню поняла я поэтому хотела ну сходи к Абраменко пусть она тебя обведет да которые перевыпустили смотрите как здорово эмоджи тем более сейчас маникюр я уже делала обзор по последнему ВОК ВОК сделал обзор по трендам маникюра что он делает очень редко и там просто пушка обзор всем рекомендую купить февральский ВОК или посмотреть мой эфир с прошлой недели где я ВОК обзор делала что сейчас в тренде маникюр чем более он яркий ну как скажут наши модные модницы чем больше он бульгарный тем круче короче это модно сейчас да да конечно эфир сохраню так давайте тогда быстренько начнем делать следующие варианты так этим сейчас пока отложим блин как красиво видите вот именно фиолетовый текстон синий текстон черный а эмоджи синие волосы розовые волосы и идеальное сочетание прям так сейчас предлагаю вот этот шармикончик взять это из новой тоже коллекции очень мне нравится здесь короче видите вот такие цветочки одиночные калы и смотрите пальмовые листья в данном случае что можно сделать также светлый фон да потому что текстон хотя он и на черном фоне текстон будет красиво выглядеть давайте возьмем из новой коллекции из My Impulse мы еще обзор кстати My Impulse не делали у меня просто под рукой есть несколько оттенков гель-лак My Impulse мы просто ждем коробку у нас в этот раз коробочка что-то задерживается поэтому мы старт продаж чуть-чуть сейчас перенесли с начала февраля на середину вот но вы имейте ввиду My Impulse это ой я же вам самую главную новость не показала как же я такую могла вообще забыть я вам сейчас покажу обязательно каталог девчонки уже даджес не принесли поэтому скоро и к дистрибьюторам отправятся коллекции декорации уже есть у дистрибьюторов у многих вот сейчас мы будем отправлять даджес новый каталог с дизайнами сейчас будем отправлять наборы и по штучку гель-лаков короче сегодня в зале я зашла и офигела потому что там был не только наш зеленый 200 какой да 325 и 326 а там висело очень много вот этого зеленого из новой коллекции но за эти зеленые я тоже вам напоминаю куча обуви аксессуаров именно в этом цвете так интересно именно сумки туфли вот этого цвета идут зеленого а одежда костюмы в зале висит вот этот зеленый и очень круто кстати сочетается когда например костюм светло-зеленый а внутри рубашка либо пола вот такого более насыщенного зеленого очень крутое сочетание ой Данил спасибо тебе Данил пишет Эми прям в точку попадает по трендам сама удивляюсь каждый раз как мы это угадываем не ну понятно что мы делаем анализ перевыпущенные эти тоже перевыпущенные в маленьком формате только это все перевыпущенное ладно так так что сделали просушили наносим теклас вкусненький зеленый не бойтесь девочки ярких оттенков вот на меня многие смотрят еще с лета когда у меня начался бум на яркие оттенки когда мой базовый гардероб из черного бежевого и серого превратился в яркий базовый гардероб я знаю я знаю что многие к осени вдохновились даже что-то себе покупали так что делаем так 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 мне нужен зеленый текстон чтобы получить зеленый текстон мы берем золото и синий перед использованием текстон перемешивать нужно я кстати забыла это сделать там шарики как раз можно намешать несколько оттенков зеленого и чуть-чуть потемнее здесь я предлагаю текстон использовать не на весь ноготь а просто как пятно вот видите я специально сделала так несколько оттенков зеленого просто пятнышко да не забывайте закрывать текстон потому что вы видели как у меня сейчас бутылек слетел а он как вода течет и вот кстати из-за того что он такой жидкий хватает очень надолго в принципе если вы его будете постоянно закрывать грамотно расходовать то вам хватит его лет на пять точно все так же сушим феном сушим не оттенок сушим сушим в все сидите у него после просушки феном появляется такой эффект хрома красивые такие потеки разводы я очень предлагаю смешать это с шермиконом который у нас из новой коллекции мне так нравится тропический вариант я здесь прямо сверху текстона приклеиваю ничего страшного так и один вот так хочу просто цветочек приклеить так нет эти цветочки одиночные нравятся прикольная тема так ну все здесь в принципе вариант дизайна готов идти быстро на весь ноготь я на весь ноготь текст он не очень люблю делать честно говоря потому что под кутикулу нужно тогда очень аккуратно наносить поэтому лучше придумать что-то чтобы это было не от кутикулы и желательно например если я хочу сделать весь ноготь например из малинового текстона до под него взять какой-нибудь малиновый гель-лак можно взять из эгоизма из последней коллекции локомотивный короче взять что-нибудь по цвету похоже и вот под кутикулу лучше не делать потому что хотя я могу делать не как бы пофигу я очень аккуратно это делаю очень мне нравится кант делать например золото и серебро смотрится очень круто и модно например какой фон сделаем давайте из новой коллекции номер 370 короче кача начала работать новыми цветами еще презентацию не провела коллекция уже начала работать классный желтый прям вот который на ногтях идеально будет так здесь предлагаю на весь ноготь нанести сейчас расскажу как закреплять поверхность текстона чтобы не было сколов это кстати касается и пигментов и фольги поэтому сейчас прям берите ручку и записывается сейчас показываю технологию запечатывание свободного края когда вот идет пигмент потому что с пигментов тоже жестко скалывается топ с текстона потому что это все такая воздушная прослойка которая не адгизирует коллекция появится после 15 февраля там где-то 20 числа юль не помнишь какое число нам говорили какое число старта продаж коллекции да да вот ну да 21 февраля так и здесь тоже наношу на весь ноготь вот так вас наношу тоже на весь ноготь сушу везде где нам нужен вот такой вариант тоже готов везде где нам нужно сделать теклас запомните всегда нужно нанести топ без липкости всегда нужно нанести топ без липкости топ без липкости в этом случае нужно сушить 2 минуты я использую теклас если под розовый текст он допустим белый цвет гель-лака смотрите не потому что сотрется а для чего сейчас все равно он же жидкий очень и чтобы ложилась равномерно и не нужно было где-то повторно его дублировать лучше нанести ну как цвет в цвет если нет цвет в цвет нанести ну не наносите на нанесите на белый гель-лак но я всегда и в тирке рекомендую делать цвет в цвет и фольгу почему вот вот даже сейчас видите вот где-то разрывается дырочки но это ничего страшного просто берете и дублируете пока он не уляжется потому что он прям вот как водичка вот вам сейчас возможно не видно но он прям вот вода вода все здесь даем просохнуть сейчас феном будет сушить вот а здесь предлагаю сделать по краю если на что под кутикулу делать тонкой кисточкой даже можно не на весь но гать а вот так тоже будет интересный красивый эффект все и сушим феном так же текстон для стемпинга не ну теоретически можно я не пробовала потому что вытирать текстон потом с пластины это просто будет капец хотя можно а 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 Вот видите, как красиво получается. Самое главное, в отличие от втирки пигментом, здесь получается четкий край. Здесь пигмент точно никуда не полезет, не потащится, потому что текстой он высох и все. И очень красивый такой вот эффект хрома. Черный есть. Ну смотрите, черный в чистом виде я бы не рекомендовала использовать. Если хотите черный нанести, смешайте его чуть-чуть с серебряным, чтобы вот этот эффект был виден. Вот, поэтому черный рекомендую использовать с серебряным. Так, ну что, давайте заполним. Здесь есть классные абстракции. Юля, а дашь мне выкраску весна-лето? Называется «Искусство номер 207». Прикольные. Ну вот, кайф будет. Можно даже не одно, а несколько добавить. Так, и теперь смотрим, как сделать, чтобы не скалывался пигмент, фольга с торцов. Ну и в том числе и текстон. Вы берете финиш, которым вы будете работать, закреплять. Ну вот я теклосом работаю. Поэтому я сначала на торце наношу отдельно топ и кладу в лампу. Зачем я это делаю? Смотрите, с пигментов, с фольги, с текстона. А вы когда топ наносите на весь ноготь, вы пока доходите до следующего ногтя, либо пока клиентка донесет ноготь в лампу, вот здесь торец, он оголяется. И вы это даже не замечаете. А если еще и топ с липкостью был, его нужно еще и обезжирить. И вдруг вы где-то случайно невнимательно нанесли топ. И при обезжиривании вы просто все это оголите. А так 100% я запечатала торец. И когда я наношу уже нормально финиш, на моем торце оказывается два слоя топа. Тогда я понимаю, что 100% здесь ничего не сколется. Понятно, что таким образом у нас оказывается на торце двойной слой топа. Понятно, что можно два слоя топа наносить. А можно нанести два слоя так, что у вас в любом случае первый слой подскакивает, и второй слой подскакивает, и третий наносите тоже подскакивает. В итоге торец все равно голый. Катя, планируйте Эми Дэй. Очень опасно сейчас проводить такие мероприятия, потому что можно попасть на большие деньги. Вот у нас в Ростове, смотрите, были запланированы мероприятия. Не у нас, а вообще. В феврале. И вот представь, нам 1 февраля пришло постановление от мэра города, что нельзя проводить никакие мероприятия массовые. Мы позакрывали большую часть школ, не общеобразовательных, а там, я не знаю, автошколы, вот маникюрные школы. Все позакрывали. Вот представьте там, я знаю, что у нас должен был быть конкурс, но хотя бы все отменили. Вот. А это все равно, ну, затраты определенные. Все равно там есть какая-то неустойка за ту же аренду. Все сейчас боятся без неустойки работать. Так, что здесь? Давайте тут что-нибудь приклеим. О, вот тоже классные шермиконы новые, яркие. Смотрите, какие. Я очень люблю цветные шермиконы, потому что мы их выпускаем редко, так как требуется тираж. Вот, поэтому у нас, вот в этом году мы прям так постарались побольше сделать цветных. Я очень люблю цветные шермиконы. И когда топ наносите, старайтесь его наносить быстрыми движениями, потому что топы, они начинают и фольгу, и пигменты, и текстон в том числе, немножко разъедать. Поэтому движения должны быть четкие и быстрые. Здравствуйте. Здесь я не прошла по торцу, но ничего страшного. Вы поняли на первом варианте, что сначала проходится, полимеризуется торец отдельно, а потом уже от кутикулы до свободного окрая наносится на весь ноготь полное финишное покрытие. Так, я думаю, что на этом мы с вами закончим. Потому что уже как раз ровно час. Кто не смотрел эфир, обязательно присмотрите, видите, сколько вариантов мы сегодня сделали. Сегодня мы работали текстоном. Я чуть-чуть показала новые коллекции. Сейчас выкраску, кстати, еще раз покажу, кто не видел. Чуть попозже было же обязательно эфир. Так, и в самом конце напоминаю о наших новинках. Весенняя коллекция, она в продаже у нас с января. Это нежная коллекция базовых оттенков. Очень удачная коллекция. Она сейчас есть в наличии на сайте и у всех дистрибьюторов. И коллекция, которую мы ожидаем в двадцатых числах февраля. Ориентировочно 21 февраля. Это летняя коллекция. Это, как мы, знаете, называем локомотивная коллекция сезона. Это то, что мы будем продавать весь весенний-летний сезон. И под нее делается весь контент. Это вот то, что я сегодня делала обзор в сторис. Посмотрите, уже Zara, да, уже Zara. Она уже висит вся в оттенках. В 368, 369, 370, 371. Несмотря на то, что лавандовый цвет года, цвет понтона, да, в этом году. Но висит очень много ярких чистых оттенков. Вот, да, дайджест я не показала. Блин. Ну, я сейчас еще в сторис, наверное, его покажу. Но он просто нереальный. Вот Вера Мирошниченко уже в сторис снимала. Это вот, знаете, вот кто любит эстетику, да, вот кому важна эстетика даже в печати, он необыкновенный. Очень удачный. Такое вот все гармоничное по цветам. Несмотря на то, что такая яркая достаточно печать и цвета чистые, яркие. Ну, здесь очень много трендов. Вы знаете, что дайджест, он делается только с упором на декорации и через тренды. Поэтому через этот каталог очень легко продавать дизайны клиентам. Потому что здесь есть обзор по трендам. Клиентам просто будет даже интересно, кто модой увлекается или, наоборот, кто не разбирается в моде. И вы, как транссеттер, можете клиенту сделать такой, знаете, мини-экскурс. Что же модного у нас в цветах и в декорациях будет в этом весенне-летнем сезоне. Вот. Он будет также продаваться в электронном виде. Но я, конечно же, советую сейчас вот в первые два месяца успеть купить живой дайджест. Потому что, когда ты его держишь в руках, это совершенно другое. Вот у меня эстетический оргазм, конечно же, от этой книжуленьки. Вот так вот, девочки. У нас все очень красиво, очень вкусно все. Что хочется пожевать каждую страничку и облизать каждый гель-лочочек. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Каталог все будет одновременно. И дайджест, и набор гель-лаков, и гель-лаки поштучно, декорации оставшиеся. Все вот оно одновременно где-то 21 февраля стартует. Стемпинг примерно в этих же числах. Мы чуть-чуть перенесли стемпинг, потому что у Китая Новый год. А стемпинг это мы в Китае закупаем. Вот. Коллекция гель-лаков, она уже есть на складе, видите. Но мы ее еще не отгружаем, потому что у нас нет коробочек. Сейчас коробочки придут, и мы запустим в продажу. Лукбуки маленькие тоже будут. Смотрите, бесплатные лукбуки у менеджеров по работе с салонами красоты обязательно спрашивайте. Они не все, конечно, закупают их вот эти малыши, но вдруг повезет, спрашивайте. Лукбуки малюсенькие вот эти. Они бесплатные и есть. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok